Как вы знали? Я остался. Я остался. Я остался. Отлично. Я пришел остаться. Отлично. Хорошо. Собственно, все начинается. У вас кто? У вас кто? У меня есть сколько? И лучший мяч. Какой-нибудь там. Кровавого бывания. С Дэвидом Линча. У всех сериалов. С Дэвидом Линча. Это было ужасно. Пожалуйста, пожалуйста. Хорошо. Как не буду. Меня зовут Лан. Я студент Респактор, который на первом курсе. Помогаю в аккоммунной инфекционной теме и планирую съемку видео для С Дэвидом Линча. Я студент Респактор, который на первом курсе в сфере. У меня есть специальная часть. У меня в школе. Но иногда я попал. Продолжение следует... 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 Потому что чем больше вы их смотрели, тем круче, тем больше у вас в голове знаний о том, как строится кадр, какие последовательности, какие вообще объемы применяются. Пусть это будут шаблоны какие-то простые, но эти шаблоны помогают вам на первых порах очень классно, повторяя просто то, что у вас в голове есть, это образное представление, уже дел какой-то интересный такой хороший продукт. Поэтому чем больше вы смотрите фильмов, если вам эта тема вообще интересна, то тем круче. И теперь можно сказать, что это не просто «пойду коколуплюсь в телевизор и посмотрю кино», а вы теперь это с точки зрения, ну я буду считать вас всех профессионалами заранее, хорошо, и художниками-творцами. С точки зрения художника-творца смотрите, впитываетесь, анализируете и учитесь. Поэтому каждые секунды перед телевизором, это ваша, можно сказать, работа или творчество, это классно, если так относиться. Поэтому смотрите кино и анализируйте больше. И то, что вам нравится, старайтесь осознать, как это делается и повторить. Всё, если вы начнёте хотя бы вот с этого, и мне кажется, что это прям нужно помочь очень хорошо в вашем государстве. Творчество. Пай, пой, извините, я лень. Ну, тут кратко, да, сразу. Очень длинный план, прямо вот в кино, что сейчас очень достаточно часто меняются кадры, да? Бак, бак, бак. Здесь всё, отключили камеру и снимаем сюжет. Он подошёл, он отошёл, что-то он сказал, то вот это неинтересно. Неинтересно, если бы здесь была гениальная операторская работа, то да, в данном случае не надо как-то длинный план делать. Старайтесь больше работать, больше складывать сил, чтобы ракурсов побольше было разнообразных. Я вам потом покажу, какие ракурсы. И опять же кадры как выяснил. Тоже мне очень красиво. Такая ошибка, что все снимают с уровня своих глаз встали и камера внизу. Камера вниз в кино такое редко бывает. И вы всегда обратились, что все операторы, не знаю, фотографы, они вот так снимают, да? Камера стоит вот так, правильно? То есть ракурс, который идет напрямую к человеку. То есть не сверху вниз, а с уровнем. И тогда картинка будет гораздо более интересной, более геношной. Ну тут же еще парень, чуть-чуть немножко, вот у него волосы. Отлично. Да? Если бы я снимался, если не хотят акцент на этом сделать, то классно. В первую очередь в глаза бросается что? Прическа. Ну то есть вот здесь редкая прическа причем. Здесь вот куртка, да? Это все мелочевка, провода. Это все портит картинку. Все остальное это можно отнести в кино, в принципе. Тут какой-то рабочий беспорядок на столице. Что-то висит очень красиво, все хорошо. Вот этот кусок куртки, как будто там мужик стоит такой, да, рабатый. И вот такая розетка, как будто он еще и чай там кипятится. Это, конечно, обращайте внимание на мелочи. Это классно. Все. Вроде бы нет. Вот эти носки, да? Просто мы носим носки. На самом курсе кефа, как мне пришлось попытили. Все нормально. Да. А это тоже. В общем, тело было так. Сразу скажу. Короче, это будет во всех работ так питается. Сразу переход вот этого смотреть. Вот сейчас будет переход между кадром и другой кадром. Заметили? Где, знаешь, на самом курсе кефа, как мне пришлось попотеть. Сейчас. Да. В общем, тело было так. Вот это вопрос. Если бы мы снимали фильм-хорр какой-нибудь, да, или сказку, то, может быть, этот переход имел бы место. Но вот эти все переходы, понимаете, в чем я говорю? Когда не просто картинка меняет картинку, а когда какой-то плавненький переход, или неплавненький, или через вот такой, как хозяин, как будто расползается чума какая-то по свету, да? То есть они должны быть... Их, во-первых, в кино очень редко применяют. Согласны? Вот в кино их применяют только для того, чтобы усилить какой-то эффект, усилить картинку, или для того, чтобы прям что-то красивое это будет. Такой будет красивый переход, и тогда он в место. Если в этот момент мы поставим на паузу... Знаешь, на втором курсе кимфака мне пришлось попотеть. Да. Сейчас. В общем, дело было так. Вот, видите? То есть мы должны так. Мы должны добиваться так, чтобы наша картинка была красивой всегда. То есть если фотограф делает один кадр, и он над ним работает, чтобы это было позиционно, красиво всё чётко продумано, то оператор, медиограф, как угодно назовите, он должен продумать каждую секунду... 25 кадров в секунду, да? Каждый кадр должен быть в кино выстроен. Хорошо. И вот нажми на паузу в каком-то переходе, и посмотри, красивый этот переход, красивый этот кадр или нет. И вот что у нас сейчас... Видите, носки на стене вот на этой... Ну, короче, треш. Это не должно быть. Лучше просто склейка. Прямая склейка, и всё. Вы уже будете более профессиональным, чем будете внутри с переходами. Вы делаете переходы? Не такие, но... В принципе, тут можно было просто сделать вот эту часть год назад, допустим, чуть более плёплой, и сделать размытие. Да, переходы, короче, они тогда... Проще. Если очень надо. Например, когда показать, что это было давно, сидят, например, бабушка с дедушкой, да, на том раз чёрные, и уже, фу, они молодые. Тогда имеет смысл. А когда просто у вас эти действия, то точно просто не надо. А, ну, в принципе, здесь занимаются очень хорошо. Понимаете, да? Звук. Ребят, 30% успеха. Может быть, даже 50% вашего видео. Тимоничего. Вот это звук. И... Здрасьте, мчан. Понимаете, да? То есть, здесь важно очень всё в конечном результате. Как это снято? Раз. Какой свет? Два. Какой человек снимает? Какой сюжет? И таким же равнозначным важным моментом является звук. Это касается и вообще, когда вы снимаете, когда вы монтируете монтажёров, в том числе и звукорежиссёров, и звукорператоров, всех. То есть, мы сейчас с вами говорим, как с людьми, которые делают всё. от идеи до готового финального фильма смонтированного. Да? Правильно я понимаю? То есть, вы же сами будете всё делать. Ну, если будете делать, конечно, самое интересное. Вот я, например, себя называю видеограф. То есть, человек, который делает всё. Он придумывает, он делает, организует, снимает, со звуком работает, монтирует и куда-то свои видео пристраивает, потом от этого кайфует. Ну, каким-то образом. Либо деньги зарабатывает. Но, в первую очередь, всегда вы делаете это для себя, и вам должно это приносить удовлетворение. Поэтому знайте, что звук – это наиважнейшая часть вашего видео. Поэтому к звуку относитесь крайне важно. Так же, как кажется, ко всем съёмкам. Уделяйте ему столько же внимания и времени. Хорошую музыку поставили, допустим, видео выиграло. А какую музыку поставить? Какой бы видеоряд у вас шикарным не был, у вас будет уже не тот, правильно? Да? Наоборот. Здесь прямо идёт, во-первых, перегруз, возможно, за колонкой. Ну, тут шёл себе. Вот. Теперь тоже везде штука наезд. Сейчас картинка будет, да? Заметьте? Сейчас. Вот этот наезд, смотрите. Вот такой наезд. Видите? В кино наезды крайне редко бывают. То есть, если нужно показать, что сейчас очень что-то начнётся такое, то камера может наехать на главного героя, на рисах обычно, да? А именно стадикамер. Ну, такая система стабилизации. То есть, камера подъезжает, и мы видим лицо героя на весь экран. Правильно? А в данном случае человек использовал трансфаката. То есть, лун на камере приблизилась. Это вообще трэш-трэш. Такое нельзя использовать. Это абсолютно любительская съёмка. Не нужно. Если вы хотите укрупнить план, вы сняли общий план, да? Тогда уже можно наезды планировать. А на первых парах нет. Почему наезд лучше? Не стабильный, а стабильный. Это некрасиво может смотреться. Я не знаю почему. Чувак. Чего? Все, плохо, свои зачеты. В смысле? Ты знаешь, сколько у тебя? Ну, мы не будем суждать не будем, да? Я не знаю. Понятно что. Сказать вопрос дополнительных занятий. Чего? Я не лучше снялась. Ну, решай проблему, удачи, комфорт. Смотрите, диалог лучше, конечно, раскрыть. Вот видите, всё одно одним планом снято. Типа отмазаться. Ладно, поехать дальше. Зачем вы снимаете видео? Или будете снимать видео? Затем, чтобы было интересно смотреть, что это цепляло, и больше раскрыть героев. Правильно? Поэтому классическое правило диалога. Классно камера поставлена. Вот они вдвоём. Мы видим Вася с Олей разговаривает, да? И в классическом кино какой кадр вы увидите? Вот они увидели, они встретились. Она говорит, чувак. Дальше что? Какой-нибудь помолчите, сидите. Да? Да. Людей покажите эмоции, покажите жизнь. Мы сейчас будем рассматривать там слова нависовано, этот первый курс. Понимаете, да? Здесь важен диалог, важное взаимодействие двух людей. Так раскройте людей, покажите общий план. Классно, мы видим кто, где отлично. Лицо одного когда говорит, лицо другого, лицо одного, все, дело состоялось, общий план, они разбежались. И классно получилось, и у вас кино. Правильно? Вот человек с полиции посмотрел в камеру. Все. Это брак. Видели, нет? Молодцы. Сейчас еще раз. И такое всегда. Опа. И такое везде, понимаете? Это непроизвольное, конечно, когда ты смотришь в камеру, когда я здесь снимаю, я говорю, понятно. Но это сразу выносит, выводит вас из ощущения фильма. Когда герой главный посмотрел в камеру, он вас засек. Там за экраном только на меня смотрит. Да, камера. Все. Вы уже выпадаете из этой сцены, а вас должно туда затянуть, понимаете? Да? О чем я говорю. То есть если кто-то смотрел в камеру, а вы снимаете какое-то кино, ну, игровое, условно говоря, или репортаж. Хотя репортаж даже нехорошо. Все должно быть так, как будто оператора здесь нет. И вы просто перемещаете своего зрителя туда, чтобы вы как раз втянули его, вот здесь сидит и смотрит. Все, как можно разворачиваться. А вас у него заметили. И все. И теряется ощущение фильма. Это классно. Не, ну что же не это? Все. Вот опять переход, видите? То есть если у нас стоит куча переходов, сразу видно, что он мячок монтирует, он дорвался на монтажных программах. Ух ты, переходи! Он втыкал. Блин, я профессионал, да? Вот это вообще. Чем меньше переходов, тем и профессионалнее. Шрифты тоже, смотрите, ребят, они портят лучшего этапа. Не было шрифтов вообще. Опять же, в темный вход можно было поставить. Но шрифты должны быть красивые. Вам какие-то нравятся картинки, шрифты, оформления в кино? Посмотрите. Просто попробуйте повторить. Очень просто. Не надо такие шрифты делать, как будто здесь смотреть будут люди с этими вот линзами. А что там написано? Как правило, в кино подпись делается небольшой, да? Такой мелкозаметным шрифтом, согласны? Вот это классный кадр, он прошел, вернулся. Вот это хорошо, прям одним кадром снято. О, видите, он наехал. Зачем? Просто крупный план. Сложно было отрезать монтажера тому же, который это все монтировал и сам снимал. Общий план. Бац, крупный. Он вводит в эту штуку. Вот это что такое за спецэффекты? Это же не презентация в PowerPoint, да? Можно же камерой показать, что он пальцем тыкает в самбо. И потом его лицо такое, в голове что-нибудь происходит, думает, да? Ладно, давайте другую работу сейчас. Вот сейчас вижу, все нашел, да? Чтобы сильно не зацикливаться. Вот это, в принципе, то, что я сейчас говорю, это интересно или нет? Да, интересно. Супер. Да? Даже весело. Даже весело. Ну, на самом деле, критиковать всегда легко. Лешку сейчас помню. Поэтому... Вы когда-нибудь задумывались, каков кет и слухов? Опять, смотрите, шрифты. Вот видите, я еще на бонус поставил, и тот переход шрифта у нас еще. Наложился одно на другое. Что-то получилось. А ведь он совсем рядом. Здесь живут, и очень интересно. То есть эффекты на шрифт не нужны. Вот эти вот все... Какие-то усложняшки. Подали дальше. Надо себе, да? Ну, наверное, лучше. Знакомьтесь. А здесь другое шрифти, да? Угу. То есть это можно сказать, что... Ту-теориал, так сказать. Вот. О том, какие бывают шрифты у меня в компьютере. Смотрите, у меня есть такой шрифтик или такой. Ого. Ищи переходчик. Тут нет кабалки. Ей тяжело вставать утром. Не потому что... Ну, стоп-кадр здесь поставили. И вот он расскажет, пока мы стоп-кадр снимем. То есть явно, что... Пока сняли материалы, не хватает прям монтажера. А потому что ты любишь? Во-первых, всегда снимаете больше. Много материала никогда не бывает, да? Вот вы монтажеры. Знаете? Это было слишком много материалов. Ушел шрифт будет слишком много, чем слишком мало это будет. Вот это вам точно скажу. Паяц по утра. А вот этой девушке, как будто голова как будто длинная лежала. Так она очень, конечно, была красивая. И обрет вручную. Ребят, если у него нет какого-то супер оборудования, которое позволяет красиво обрет сделать, зачем это делать? И тут это все показывает нам. Сняли отсюда, четко зафиксировались. Сняли оттуда, там, крупная программа, в которой она поспала. Все, и рост. Ровная стабильная картинка. Как будто там человек просто на телефон снимал. Что, кино снять? Блин, надо снимать. Все, я снимал, да? Там эти таблетки. А еще потому, что вибрацию в геннаде невозможно почувствовать. Чувствует белый или черный. Приходится съемка. А вот и брат Мартурин. Вот это стоп-кадр корейский. Но здесь музыка, видите, совершенно соответственно картинка. Музыку, походу, они сами записывали. Вот, да, видите, опять камера стояла так-так-так, потом начала двигаться. Забудьте перед движением. В данном случае поснимали так, поменяли план, более крупный, сняли с другой стороны. И все, тогда вы просто смонтируете, и все будет у вас красиво смотреться. Даже, наверное, если это кино же про глухонемых, правильно? То здесь, он говорит, мир без звуков. И тут же ставит какую-то мусочку такую, там, шарашную такую, в Балдырии что-то играет. Ну, я, может быть, если у кого-то там лежали, что-то здесь автор сидит, я не знаю. Я просто съемок вам хочу показать, чтобы это утрирует немножко, да? Тогда лучше без звуков бы показать. Либо мы комедию делаем, тогда утрировано все, где-то смешное. Либо мы делаем серьезное кино, и тогда наоборот больше драма получит. Понимаете? На первых порах даже иногда можно немножко переборщить с какими-то эмоциями. Ну, тогда это будет более выражено, чем вы недоскажете чего-то, да? В этом случае без звуков было бы хорошо. Просто звуки реальные какие-нибудь есть. Если пирата, конечно, не зевал, тогда нет. Смотрите, просто не включает камеру снимать. Вот. Красивый кадр. Здесь цвет формы. Вот это прям отличный карт. Даже титры были хорошие. Вот прям... Ну, это треш. Цвет. Смотрите, ребята. Вот там был классный цвет. Если у вашей камеры вообще есть возможность каким-то образом работать с цветом, сразу делайте нормальный цвет. Есть же в телефоне программы, которые позволяют контролировать, управлять видеосъемкой. У вас есть такие программы, кто-нибудь пользовался? Кто вообще на телефоне снимает видео? Кто-нибудь снимал? Такое что-то такое, более игровое или остановочное. Снимали? Он снимает на фото. Хорошо. А фотоаппараты на что вообще снимаете? Кто-то пробовал снимать? Нет. Да, да. Да, да. Да, да. Отлично. Пора. Сначала. Отлично. Короче, если вы на что бы не снимали, там можно контролировать цвет. Это желтое, это треш. В желтое такого видео. Классика, да? Желтая картинка. Поэтому контролируйте цвет, не надо такое показывать. Или потом при монтаже есть, что тоже можно все поправить. Вот, смотрите, вот хороший цвет, отличный, супер. А там желтая картинка. Как будто мы из какого-то на одного места попали в другое. И вот видите, сразу... Почему здесь классная картинка? Кто-нибудь может сказать? А там была картинка с тремя. Варанжь белого, наружный там. Цвет хороший. А почему здесь цвет хороший? Свет. Свет, да. А? Потому что здесь снято с дневным светом. Самая классная картинка, во-первых, в парах, это дневной свет. Все. То есть, если вы снимаете помещение, где есть окна, да, если темновато как бы, да, но лучше вообще вырыгивать весь верхний свет, источники света и оставить только свет из окна. И у вас будет вот что-то похожее, может быть хуже, может быть лучше. Но это будет вот классная картинка, видите? На что бы вы это не снимали. Дневной свет – это самая шоколадка. Не нужны все светильники. Они нужны, когда у вас на улице все темно и высокие. Вам надо снимать. Ну, я так немножко опять же утривую. Ладно. Короче, очень ясно. И что здесь всегда? Это тряска камеры. Вот у нас камера стоит, она трясется, трясется, трясется. В кино такой эффект есть. Видели же, да, тряска камеры? Как это добилось? Снимается супер-купер классно ровненько, потом специальные программы, специальные люди это все начинают трясти правильно, да, чтобы это выглядело в нужных моментах, нужная тряска была. Скорее всего так, по-моему. Но дело в том, что эта тряска должна быть очень к месту. Очень к месту. И она должна быть определенным образом, трясти ее должно. Не так, чтобы где-то у вас не трясет, а потом трясет, а потом опять не трясет. Как будто припадочек такие временные случаются. Не надо. Либо вы специально созданы для этой тряски, но тогда она должна быть какая-то прям динамичная, живая. Просто посмотрите, кино для тряска, если вы хотите в другую, да, и повторите. Если нет, лучше вообще снимать без тряски. Лучше пользоваться системой стерилизации. Штатив, настрял на стол, сейчас немножко еще повторю и так далее. Короче, тряска убирайте. Подрезюнирование. Сейчас больше не буду дальше все смотреть, да? Еще раз. А, да. Сейчас быстренько еще покажу. Один-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Тоже очень такая часторшителька. Что с картинкой? Очень слишком засвеченная, согласны? Вот видите, там, во-первых, небо нет знаков, но это ладно, в общем, небо сложно показать. А во-вторых, вот на светных участках, вот, например, стол, видите, он просто выбит, и вот эти деревья белые просто, настолько много света, что картинка просто забракована. Лучше сделать картинку более темной, а вы можете контролировать свет опять титров с эффектом жучки. Лучше сделать картинку более темной, если вы можете контролировать, а вы можете контролировать даже на телефоне, яркость, правильно? Лучше сделать чуть-чуть, перетемнить потом при монтаже, можно сделать поярче, чем снять вот так вот сиро засвеченное, и все, уже с этой картинкой ничего не сделаешь. То есть там, где белое пятно, там уже нет никакой информации, там нет никаких полутонов, никаких бесконтанностей, здесь был Вася, ничего, наверное, с тобой нет. Это потерянное просто... Все. Резюме ошибок таких основных. Пересветы. Это очень часто. Я в первой год своей профессиональной деятельности с этим боролся. Это просто привычки сделать поярче, хочется поярче. И на улице, когда вы смотрите вот этот экранчик, чаще всего кажется, что там темновато, да? Просто попробуйте, поснимайте, посмотрите, как рассмотритесь на мониторе. Если там темно, ой, светло слишком, вы уберите постепенно, ощущайте свою камеру, на что бы вы не снимали, и, собственно, это все уберете. Трястая колбаса вот в этой камере. Да, увеличится очень просто. Снимайте со штатива. Штатив можно чего угодно. Палку прикрутили, камеру поставили, или на стол поставили. Ну, я покажу, как еще делается. Потом снято просто все одним планом. Как вижу, как будто это GoPro на голову. Где-то прикрутились, точно. Человек ходит и просто все, что видит, снимает, да? Это может быть фильм, типа, хардкор, очень классный. Ну, в этом плане, вношество такого наукрау. Но так снимать в данном случае не надо. Надо просто менять крупный сплан. Я тоже сейчас еще раз о нем разговариваю более подробно. Вот. Переходы лучше вообще не ставить. Титры. Самый простой, какой-то красивый шрифт. Простой красивый шрифт и небольшой. В кино всегда шрифты небольшие, да? В Ютубе и в соцсетях они побольше. Но если вы хотите, чтобы ваше видео было больше нот, именно в Европу фестивалях были про видео, да? Больше похоже на кино, то сделайте, когда это больше на большой экран рассчитано. И тогда возникнет какое-то подсознательное ощущение, что это кино большое, небольшой экран. Хоть, может быть, человек с не очень хорошим зрением не изменит ваши титры. Но, тем не менее. Звук. Очень важная вещь. То есть 30% успеха работать над звуком. Здесь, в этих работах, я бы досмотрел, здесь очень резко обрываются звуки, да? То есть, как шел кадр или какой-то звук записали отдельно, человек что-то говорил, там какой-то шум был, да, компьютер, там люди говорили. Потом хлоп, оборвался, тишина, или музыка пошла. И другие звуки хлоп, из ниоткуда появились, и снова какая-то сцена пошла, да? Вот при монтаже нужно, чтобы один звук переходил в другой, не было вот этих резких обрывов. Вы уже в жизни не слышите этот резкий обрыв. В голове же никто не стучит к колотушке, или у вас все раз, правильно потерялся, потом включились, опять звуки появились. Нет. То есть, звуки должны переходить один в другой, и это должно быть заметно. Согласны? Угу. Да. Сейчас слышим сложное? Или уже и так все это понимаем? Вот так. Со стороны сейчас скажи. И цвет. Да, цвет очень важная вещь. То есть, старайтесь сразу следить за цветом. Опять же, во всех камерах, и в телефоне, и в смартфоне, есть программа, которая позволяет снимать видео вручную, там можно цвет контролировать. Все, ребята. И у вас, ваша картинка будет уже, ну, не будет таких ошибок. Окей. Теперь, соответственно, я еще раз к этому немножко вернусь, и вот уже в рамках рассмотрения десяти способов, как сделать картинку более темношкой, да? Уже более подробно. Прямо непосредственно, например. Да? Да. Хорошо. Правильно. Еще никто не стабилизает? Давайте уже на последний раз. Так. Первая стабилизация. Ну, я просто в произвольной форме буду. Как сделать картинку стабильнее? Как я уже сказал, чтобы она была просто без тряски. Очень просто. Я на примере фотоаппарата. Ну, я на фотоаппарату снимаю. Сейчас все многие, даже во фгике, например, снимают на фотоаппарату, чтобы у вас на картинку дают, да? Вот. То есть, во-первых, штатив. Это слишком навороченный штатив, или штатив чуть попроще, вот тип пунктового. Камеру прикрутили, хоть скотч поставили, все. У вас четкая картинка такая же, как и у кинооператоров. Камера не трясется. Это уже большое достижение, поверьте мне. Это уже ваша работа будет гораздо круче. Нужно план поменять. Подошли, сделали крупнее, опять на штативе повыше, пониже, там не знаю, как угодно, поставили так. Да, это время всегда. Каждый кадр это куча времени тратит, чтобы перенести штатив, сделать его пониже и так далее. Но у вас будут четкие планы, как кино, ровненькие, без тряски. Понимаете, и ваше видео будет заметно отличаться от других, которые сняты вот так. Согласны? Если вдруг у вас нет штатива, нет монопода, чего угодно, или надо снять быстрее с рук, и это где-то на красном плотище, где сейчас менты подойдут и выгонят, к примеру, то, или, не знаю, программа «Рел Решка» видели? Знаете «Рел Решка»? С рук очень много кадров снимается. Я тогда видел, обалдел, да? Это просто максимальная задача, максимальное тело превратить штатив. То есть, если у вас есть ремень к фотоаппарату, к примеру, если кто-то не фотоаппарат его снимает, надеваете ремень на шею, сделаете его покороче, чтобы он вот так вот был удар. И локти упираете к себе и отталкиваете камеру от себя. Он натягивается здесь, вот прям сильно, да? И получается, что вы когда прижали камеру, она у вас натянута, то камера с телом образует, ну, как бы, единое целое, правильно? И ваша картинка становится очень стабильнее. Да? Понимаете, что я не говорю? Нет ремня? Я ремень не использую, потому что для видео он не мешает. Ну да, он просто снимает на фотоаппарату снимать. И эти ребята, собственно, очень много программ снимают именно так. Вот он сейчас немножко литомат. Ну вот я вам натяну, все, моя камера, смотрите, вот она четко. А, они на что, кстати? А? Ну, они снимали на Canon, сейчас они, скорее всего, на Sony снимают. Sony, там, S7, 2S, S2 и так далее. Понятно, да? Если у вас нет ремня, если у вас телефон, чего угодно, очень простое правило. Если вы хотите снять с рук, взяли двумя руками крепко, руки прижали, стреляли кто-нибудь из пистолетов, ну, представляете вы стреляли, как говбой. Когда прижали руки к себе, тело слегка напрягли, и ноги поставили чуть пошире, для выстрела, да, собственно. И дыхание спокойное, все. Выбрали кадр, обстроили там, и спокойненько нажимаете кнопочку REC, сняли. Поменяли кадр, подошли, тоже руки уперли, замерли, сняли. Все, понимаете? Ваша картинка будет более стабильной, прямо гораздо стабильнее, чем вы будете снимать вот так, вот так, с рук. Потому что вот это все трясется. А вот это, ваша задача так, чтобы камера с телом срослась, и максимально, вот, оно прям плотненько. Понимаете? Что делать, если, например, Handycam, который не очень хорошая стабилизация, который плагает? Я про это говорил. В смысле плагает? Ну вот, просто стабилизируете максимальное тело, если вы будете звук снимать. Программа стабилизирует. Почему так? Вот у меня было раньше... Штатив, монопол. И тогда мы с мая используем то, что у вас есть такой рукой. Кадры отсюда. Причём соседа. А, нет. Сосед уже вот такой лет может быть. Смотрите. Теперь ещё укрепить. Если у вас есть возможность упереться, тело ваше упереть, то упритесь. Не просто прислонитесь. Мы сказали, что прислониться надо. Нет. Надо упереться. И тогда вот. Вот видите, мне уже гораздо легче стоять. И я уже более жёстко снимаю. Если нужно план-план снизу, то, например, на колене всегда встаю. И вот так встаю. Эх, штанишки там испачкать, трясёт, да? А на колено, руку, локтём колено. И опять же прижимаю, снимаю. Если план снизу, ставлю на пол. Например, там подкладываю что-нибудь, чтобы камера немножко наверх смотрела. И снимаю снизу. Ложусь животом посреди площади и смотрю, там всё ли нормально. К примеру, если у меня мониторчик надфильной. В данном случае. Понимаете? Здесь нет этого монитора. Понимаете? То есть и стол вместе хорошо упадут на стол. Да, но на стол будет катиться. И камера всё время более стабильная. Вот здесь прислониться. Она будет более стабильной. Всё. Понятно? А так взять, конечно, какой-нибудь моноподик. Чётко монопод, представляете? Палка и её голову. Всё. Поставили и у вас уже камера будет более статична. Если вы хотите сделать какое-то движение вдруг. Например, немножко камерой вперёд, да? То одну перед, одну сзади. Камеру поставили так же. Вот, порепетировали движение. Посмотрели, как это смотрится в мониторе. И сделали. Не вот так вот. А вперёд-назад вот так. Перепетились. И всё. У вас плавненький наезд. Относительно плавный, конечно. Если есть стабилизация в телефоне, стабилизатор, да? Или стабилизация в объективе или в камере. Там, везде по-разному. То это ваш результат плавной картинки увеличит. И потом ещё можно стабилизировать при монтаже. Есть такой фильтр, стабилизатор. Вам делать картинку более доброй. Всё. Кстати, вопрос понятно. Стабильная картинка. Каше или чёрные полосы. Представляете? Сверху, снизу. Кино. Да? Вот. На мой взгляд, они делают картинку более киношной. Сейчас. А, вот. Вот. Здесь просто сверху, снизу добавлены чёрные полосы. Понимаете? Возникает ощущение... Широкоформатное кино, да? То есть, широкоформатное кино снято в соотношении сторон 2,39 к 1. А обычное видео это 16 на 9. Ну, здесь. Понятно, да? То есть, если мы добавим такие чёрные полосы, то вы больше похожи на кино. И дело в том, что... Сразу скажу. Лучше изначально снимать... Сейчас, сейчас, сейчас. Моникады постановлюсь. Если вы, например... Здесь не очень видно. Если вы просто чёрные полосы положите сверху, снизу при монтаже, да? То вы можете там обрезать какую-то часть головы важной, которая у вас была в кадре, когда вы снимали просто по обычному телефону, да? То есть, лучше снимать заранее, выстраивая кадр таким образом, чтобы учитывать то, что я полосы на лоджице. Я, например, просто изоленту наклеил на телефон. Видно же? Видите, вот изоленту. И она мне помогает сразу таким образом, как будто я на одну камеру снимаю на киношную и отстраиваю кадр так, чтобы у меня был горизонтальный кадр длинный. И почему этот кадр лучше смотрится? Потому что он, действительно, он более широкий получается, потому что у вас шире угол зрения получается, да? За счёт того, что вы заранее снимаете, чуть-чуть подальше входит, чтобы человек поместился между этими полосочками. И у вас кадр более широкий, более глубокий и более интересный получается. Вот. Поэтому это первое. И композиционно он более красивый получается, чем 16 на 9. Я немножко, совсем всё кратко, я надеюсь, немножко улавливать, да? Просто попробуйте. Видите, да? Да. 2,5,5 на 1. Да, по-моему. Вот. То есть просто попробуйте. Если это ваше видео улучшит, даже иногда бывает, он просто снял ролик, бац, широкий полосу положил, и, например, ух ты, прикольно стало смотреться. Например, если где-то чёрная полоса закрывает важное, то видео можно от монтажки немножко опустить вниз, да? Чтобы из полоски она выглянула. Вот. Смотрим ясно, да? Да. Да. Дальше. Цветокоррекция. Как я уже сказал, старайтесь сразу снимать правильным цветом. Потому что телефон не так. Вот, например, телефон, в котором просто есть программа съёмочная. Вот это ProMubi. Она, по-моему, и для айфонов, и для мифонов, да? Вот. Здесь есть просто кнопка баланс белого. White balance. И я могу цвет, вот видите, жёлтый, бах, ещё жёлтее, бах, бах, белый цвет, синий. Подобрать просто цвет, который, ну, лампочку выбрать. Солнышко, тень, облачность, тень и так далее. Всё. Я подбираю цвет сразу, и у меня цвет сразу получается тот близкий к тому, который я хочу. Да? Понимаете? Всё. Я с этим цветом снимаю. У меня же не будет таких жёлтых косяков. Ну, просто не стоит забывать перед картинками. Вы начнёте, нажмёте кнопку REC, процвет. Не спешите. И потом, ещё такая фишка, этот цвет можно подправить в трёх этажей в программе. Ну, это подороже будет нам в это всё вникать. В принципе, не сложно. И ещё, на момент, можно потом на всё ваше видео наложить небольшой фильтр, который сделает картинку похожую на кино. Там есть очень простые такие флаги, которые налапываешь на всё. Постраиваешь, и там как раз в премьере. Это в любой премьере. Двигайся, неважно где. Во всех программах практически, да? Вот. И в ваших картинках, вот как в Инстаграме. Пустите, это положил. Вот в видео похожая ситуация. Если что-то там сложнее, если вы кадры снимали один с таким цветом, другой с таким, третьим с таким, и на всё это один фильтр положили, то картинка будет сильно отличаться. Но, в принципе, иногда это работает. У нас всё видео положили какой-то такой плагин, какой-то светофильтр, и он сделает вашу картинку больше похожую на кино. Кино. Чем отличается картинка кино от картинки того, что мы на телефон снимаем? Вообще. Как это будет? Это кино, картинка, а это не кино? Ну, она не такая яркая. Какая там ещё? Ещё не 12 метров больше. Ну, смотрите. Подсветы синематографы ещё, да? Чего произошло. Иногда, не во всех фильмах. Она немножко больше в синеву уходит, да, картинка? Больше синего цвета. Вот вы можете обратить внимание, ну, в каких-то, может быть, таких серьезных фильмах, ну, те же там, детективы и прочее, или просто какие-то мелодрамы, то там картинка немножко синит. Она отличается от обычной реальности, как мы с вами видим. То есть это чуть-чуть синего добавили, и уже картинка стала отличаться от реальности больше похожим на кино. Ну, короче, используйте фильтры, пробуйте, экспериментируйте, и, в принципе, это хорошо. Но только, конечно, не перебарчивайте. В принципе, это не нужно. Смена планов. Очень важный. Очень важный момент. Дино. Как обычно? Дино снимает часто планы. Я сказал так, что у вас вот камеры включились, что-то происходит. Происходит камера всё снимает, снимает, снимает. Мы ждём. И скучно, не интересно. Вы должны постоянно менять крупность планов. Это очень важный момент. Крупность планов. Прям, не знаю. Один из себя запоминайте. То есть, например, если бы я сейчас кратко расскажу, как бы я снял репортажный ролик о том, что сейчас происходит. Преподаватель что-то вещает, втирает студентам. Например, чего бы я увидел на экране телевизора или в кино? Я бы сначала увидел, наверное, что? Кироган. 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 Например, в двери. Это заявочный план, так называемый, да? И общий план. То есть, я иногда снимаю такой небольшой пролётик, потому что у меня двери, по крайней мере, пролетают. И мы видим общий план. То есть, мы сразу зритель покрасываем. Это класс. И что тут происходит? Вот сидят люди. Вот человек стоит. Всё. Зритель у вас уже понимает, где находится, что происходит. Приблесительно, да? Потом, я думаю, что бы я хотел увидеть или увидел бы на экране. Наверное. Более какой-то крупный план может быть из-за спины как ларианта, да? Например. Что вот уже стоит человек, и за ним люди, которые на него смотрят. К примеру, да? Не все люди уже, а там 3-4 человека в кадре, да? Дальше такой кадр я бы увидел. Я бы... Вот что дальше? Давайте предлагайте. Какой кадр следующий? Средний план. Так, еще. Тот, что это пишет. Еще. Какой кадр вы бы дальше хотели видеть? Ну, хорошо, отлично. Лицо преподавателя. Потому что в данном случае, этот человек, который говорит, он здесь самым, ну, является интересным объектом в первую очередь, да? Хотя для кого-то может быть там симпатичная девушка на каком-то ритуале. Но с точки зрения повествования какого-то рассказа о мероприятии, то этот человек, который говорит, он самый активный, самый деятельный, и на него интересно посмотреть, потому что он руками машет, или умное выражение лица делает, да, например. И поэтому мы просто берем эту камеру, отходим сюда, да, как преподаватель, снимем по-красившему, например, да? И снимаем уже преподаватель вот так, да, например. Все, преподаватели мы сняли, он что-то говорит. Несколько секунд показать, секунд семь, например, да? Дальше что? Реакция у него творит на камеру. Отлично. Все, мы показываем, что происходит. Вообще реакция. Он говорит, а они слушают, например, да? Либо кто-то спит. Он говорит, окей. И у нас мультяже так слабляется. Он говорит, например, что ты такие глаза выкатил, да? Другой сюжет был. Мы показываем, например, более крупные, или там, два человека сидящего, которые слушают. Или глаза, например, сидящего, которые слушают, да? То есть мы камеру переставили, сняли реакцию. В принципе, у нас уже, смотрите, есть общий план. Мы все поняли. Преподаватель следует не говорит, есть. Крупный план преподавателя есть. Крупные планы занимающихся есть, да? И потом уже можно вот эту картину добавить уже всякими тонкостями. Человек пишет или просто держит ручку, там, грызет ручку, да? Например, там, не знаю, кофе стоит на столе. Тоже какая-то атмосферности добавляет, да? Потом преподаватель еще более крупный, он что-то прямо там слюни у него брызгивает, прямо что-то рассказывает, например, да? Или там, не знаю, камеру показывает. Камера на столе стоит. И с этой камеры поснимали тут немножко что-то там люди, или камера, или вот эти какие-то блики тут. Понимаете, да? Мы набираем разных кадров, но у нас планы все время меняются. Хотя из этого потом мы смортируем примерно 15 секунд. Но мы здесь поснимали тут, поснимали оттуда, отсюда, и все время меняем крупность вот одной к другой. Так вот, правило такое смены крупности планов, то, что у вас... Крупность должна, ну, я совсем утрированно скажу, крупность должна значительно меняться в каждом кадре. То есть, если мы, например, снимали человека в полный рост, то следующая крупность будет не по коленам, а вот так, по поясу, в два раза сразу увеличили. Если по пояс снимали, сразу у вас два крупно-крупно показываете вот так уже лицо, понимаете? Отсюда можно нам перейти на общий план. То есть, не просто мы камеру чуть-чуть приблизили, показывать следующий кадр, а резко должна возрастать и меняться у вас размер, понимаете? Посмотрите, как там делается. Тогда картина будет более интересная. Это ясно? Да. Согласны? Хорошо, спасибо. Ну, я очень утрированно говорю. Я сейчас немножко расскажу, но... У меня есть канал на ютубе, где я вот эти вещи более рассказываю, более длинный пример показываю. Поэтому я вам потом дам ВКонтакте, можете посмотреть. Что-то я втираю такую тему. Дальше. Звук. Записывайте классный звук. Если у вас какие-то есть звуки, они очень важны. Можно просто положить какую-то музыку классную, да? И, в принципе, нормально какой-то ролик. Если вы какой-то сюжет делаете красивым, например, Природом, например, да? Природа, которая снимает. Вот. И тогда все будет, в принципе, красивый природный снимали, звук вообще пофигу, положил красивую музыку. В принципе, нормально. Но очень классно, вот в этом случае будет, если вы добавляете чуть-чуть атмосферных звуков, шум ветра, хрип, птиц, да? Не знаю, шуршание там южика в травке. Правильно? Да? Это будет не так, что музыка-музыка, потом бах, резко так шум ветра, как я говорил сразу, звуковая дорожка плавит, шум, шум, выключили, опять музыка идет, да? Эти звуки, они должны плавненько начинаться, там очень много при монтаже, это все легко сделать. Плавно начинается, тихонечко звучат, ненавязчиво, но мы просто слышим, о, шум ветра, хрип, птиц. И мы больше попадаем в атмосферу, которую вы показываете, да? То же самое на улице, город. Машина просигналила людям, что-то говорят, шаги новые, хотя, в принципе, у вас все идет на фонограмму какой-то, например, да? Псочек какого-то видео. Вот эти звуки все можно записать качественно даже на телефон. Здесь, в принципе, в телефонах неплохие микрофончики есть, да? Павел, подошли, потом ближе к этому месту включили диктофон и не трогали телефон на фонограмме, аккуратно, как мы стояли, записали. Или просто скачать в интернете, в конце концов, да? Если прям лень записывать что-то или... Понимаете, да? Если у вас какие-то диалоги есть в кадре, и, например, на супербюджетном уровне нужно снимать, то телефон тоже классно пишет звук. Достаточно. Если его близко расположить. То есть можно телефон положить в карман, включить диктофон, и человек будет в кадре вашем что-то говорить привет, как дела-та-та-та-та-та-та-та-та, да? И вы потом возьмете отсюда звуковую дорожку и наложите на видео, и у вас будет звук гораздо лучше, чем с камерой. Даже иногда лучше, чем если у вас тут хороший микрофон на камере стоял, но камера будет немножко далековато. Понимаете? Еще есть такой вариант, как петличный микрофон. Представляете, что это такое? Петличка. Стоит, условно говоря, хорошая петличка, нормальная полторы тысячи. Вы можете воткнуть ее сюда, если под одежду, если вам спрятать нужный микрофон. Или просто, если человек просто трюкает, повесит сюда, да? И он говорит. И у вас будет классный звук, записываем на телефон, который в тормашке лежит. Потом мы это все просто синхронизировали, совместили с видео. У вас будет хороший звук. И у меня, я снимал ролик в love story, да? 70 тысяч стоило. И мне просто прислали запись молодые, которые на телефоне болтались. И классно все это смотрелось в итоге. Но достаточно дорого и хорошо. Вот. Поэтому все это можно записывать. И это не стоит очень дорого. Это, в принципе, тем, что у вас есть. Ну, на петличку можно потратиться. Если что. Или можно просто списать отдельно. Композиция. Очень важный момент в кино. Не знаю, в фото, в видео, в чем угодно. Это правил композиции. То есть, как правильно располагать объекты в кадре. Да? И я расскажу про одно главное правило, которое прям с детства нужно учить всех детей. Да? Это правило детей. Харисторическое правило детей? Сейчас. Нет? Сейчас. Ну, если... Да, точно. Спасибо. И мы разбиваем его на три равные части двумя линиями по горизонтали. Все. В телефоне можно включить сетку. Там есть сетка. Это просто даже в обычной камере. В фотоаппаратах эта сетка есть. Если что, можно ее воспользоваться. Я просто в голове лежу. Вот. Мы разбили наш кадр. Вот эти две полосы. Две линии одинаковые так. Две так. Да? Все. У нас образовались четыре зоны пересечения. Да? Правило такое. Располагается ваше объекте. Человек, я не знаю, в банках. И в школу. Чего вы сегмайте. В точках, в зонах пересечения вот этих линий. Выбираете зону, которая больше подходит. И располагаете там. Все. И ее прям в вашей кадре станут интереснее гораздо. Потому что как обычно это делается. Вот так вот. Снимается у людей. Вот у меня Вася в кадре. Значит, у Васю мы раскладываем в центре вот его голова. Вот он сидит на диванчике. Да? А здесь вот два ушка на ковер. То есть вот эта половина кадра, это вообще выбрасывается на фиг. И все. Вот чаще всего так. То есть мы раскладываем Васю в самой середине. Ну, я не знаю. А если Вас еще толкаем? А? Если Вы это делаете специально, то классно. Да. Но, как правило, просто все снимают вот так. Или цветочек располагают вот здесь. И все. Цветочек. Расположите Васю здесь. Вот он Вася. Сидит. Вот он на ковер. Да? Вот здесь два. Он на ковер. И Вася крупнее станет. И здесь не будет лишнего. На голову немножко пространство оставьте чуть-чуть. Все. И ваш кадр будет гораздо лучше. Понимаете? Все. Если это человек, то мы располагаем либо здесь, либо здесь, чаще всего. Понимаете? Если это объект другой, чего угодно, то мы можем располагать здесь, здесь. Не важно. Просто выбирайте точку, которая вам больше всего подходит. Все. Если ваш герой смотрит в сторону, то он должен смотреть по большей стороне камеры там, куда он смотрит. Если он смотрит сюда, значит здесь Васю. Он смотрит сюда. Если он смотрит сюда, то Васю выставляем здесь. Все. Попробуйте. Но дело в том, что я обычно даже на занятиях это очень много времени удивляю. Но люди все снимают. Поэтому постарайтесь не забывать и можете проанализировать, посмотреть опять же фильмы. Конечно, в кино иногда камера летит, люди ходят и не понимают, что это перекресток. Не будешь сказать, что стоят здесь и все. Они могут прийти. Понимаете? Но в каких-то кадрах, которые добиться свидетельства, это будет улучшить ваш уровень, ваш кадр. Вы даже если вы просто снимаете друзей. Есть, да? Есть, чем правило, где официантрию Васю надо располагать? Есть. Называется это центральная композиция. Но в этом случае ваш кадр должен быть, чем правило, абсолютно симметричен. То есть в данном случае центральной композиции можно будет менять, если я стоял по центру доски. И вы сняли доска в кадре, я в серединке классный кадр. А если я стою 10 ворот и выделю центральную композицию, у меня в центре кадра все, чтобы будет красиво. Понятно? И в этом случае просто правило такие используйте. Дальше интересный ракурс уровня и полуровня с положением камеры. На разном телефону. Вот. То есть, опять же, большинство снято вот так. Вот, например, класс, значит я снимаю вот так. Сверху. 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 Дети маленькие. Снимайте с уровня человека. Вот если сидит человек, значит уровень взаимодействия или уровень моего, это вот. Вот так. Даже немножко ниже. Вот. Тогда я красиво передам. И я покажу еще, что за человеком сидит второй человек, да. Я могу его еще там размыть, например, у меня будет классный кадр. Если это ребенок, то да, в детском саду я на коленках ползаю. То есть, давайте здесь с их уровня, понимаете. Но они вот так вот. Хотя иногда уже, когда все колено, то и так само. А разумеете, вы потом отдельно делаете? Нет. Сразу сейчас, надеюсь, успею сказать. Еще интересный ракурс. Да. Вот, например, не знаю, что там интересного может быть. Вот мне интересный ракурс, когда был бы через проект, как он попадал сюда, и там блик появлялся, например, да. Или, например, ракурс я, может, взял из самого жила, когда вся аудитория видна по каким-то углом. Смотря что мы какую сцену показываем, да. Или, например, человек сидит, вот. Можно, да, я немножко подъеху? Вот у меня на переднем плане что-то лежит. Ручка там, знаете, вот эта штука, папки бумаг. Я взял, снял так, что мне кусочек кадра попадают эти бумаги, и там человек видит, да. То есть я уже немножко сразу в одном кадре историю рассказываю. Вот его вещи, вот он, снизу, вот отсюда, да. То есть не просто вот отсюда, ага, человек. А какой-то интересный ракурс, понимаете. Через что-то там. Проявляете творчество, да. И решетка, например, через решетку снимали людей. Дверной замок, может вообще с дверного замка начать. Моё условно снять через дверной замочек, да. Дыречку, ага, что-то происходит. Ракурсы. Я думаю, что у тебя есть предложение. Где-то какую-нибудь игру движутку сделаю. Да, чтобы сейчас больше времени мало спросил. Ничего, время можно добавить, просто чтобы активизироваться. Ладно, сейчас кто-то разглядит. Если хорошо спится, то еще не надо. Дальше. Свет. Свет Ладар немножко расскажет. Как я уже сказал, это опять же одно из основ вообще красивого видео, да. Вообще, это нужно еще рассказывать? Свет? Нет, я про все это тоже. Да. А то, может быть, мы тоже даем. Точно? Да-да-да. Все, вам, я рекомендую рассказать. Про свет. Значит, это, как я говорил, звук очень важный. Оттенка важна. И свет также важен. То есть, насколько вы красиво расположите источник света пока сегодня у человека. Обычно, когда люди снимают хоть что-нибудь, вообще не задумываются. Вот опять же, Вася, ух ты, да, я сниму Васю. Все, классно, я снял. А как свет падает? Откуда свет падает? Вообще по барабану. И потом смотришь, если свет падал сверху, то тут черные пятна. Да, если свет падал сзади, то Вася вообще темный получился, потому что фон светлый. И так далее. Если, например, здесь у меня был бы солнце светило, а здесь у меня горели бы лампочки. Эти лампочки какого цвета? Желтые. Солнце, оно более холодное, оно более синее. И у меня был бы у Вас здесь синий, здесь желтый. И это все было бы плохо. Поэтому очень простое правило, если Вы снимаете вдруг крупно человека, просто портрет снимаете, не знаю. Расположите таким образом, чтобы человек сидел под углом к окну. Опять же говорю, солнечный свет самый классный вообще для всех. Самый дешевый, простой, классный, очень красиво светит. Если, конечно, он не лупит прямо лучами сюда, в аудиторию, в комнату. А просто через окно отраженный свет попадает. Он мягкий, рассеянный, спокойный. Вот такой. И по цвету и по всему контролируется. Просто расположите человека не вот так, а вот так. И снимите вот, например, вот так. На меня будет свет падать отсюда. У меня будут красивые тени. Ну, у девушки или у кого-нибудь, да. Красивые тени, будет объем на лице. А если, например, снять... Надо ставить, надо показывать. У нас девушка, можно? Блин, спасибо. Благодарю и успею. Все. Полосик, полосик. Да. Это ты потом расскажешь. Ты сейчас обожжился и расскажешь. Нет. Я сейчас забываю. Спокойно. Вот эти операторы, у которых на камеры светильника здесь вот, да. Это прямо стоит стоим, ну, как бы, может быть, которые снимают звезды или интервьюшки всякие. Там картинка уродская получается. Очень плоская. Ну, как на паспорт, собственно. Если вот фотка на паспорт вас устраивает. Надеюсь, вас она не устраивает. Соответственно, свет располагаете просто сбоку. Вот, например, в данном случае, вот так, сбок немножко сверху. Чтобы равномерно было освещено или нет? Нет, равномерно. Чтобы у вас была имитация одного источника света. Вот мы привыкли, потому что солнце – это источник света. То же самое, если вдруг вы снимаете не с солнцем, а с какой-то лампочкой. Лампочка должна быть немножко сбоку, немножко сверху. Как солнце. А если мы снимаем… А если мы снимаем… В какой-то короткий репортаж снимать оператор один, некому поддержать свет, что делать? Ищите углы селёнки. Вот, например, с вами тоже снимаем, приезжая невесту. Всё, мы включаем свет на… Везде весь искусственный, открываем окошко и начинаем уже попробовать… То есть, подвинули девушку таким образом, встань так, встань так, встань так. Или, например, не может стоять. Я ищу сам по ракурсу, где мне будет красиво снять, но именно со светом из окна. Если есть дополнительный светильник, то можно просто его расположить не на камере, да? Ну, конечно, камера вообще не заставится. То есть, если вы снимаете специальный треш такой. Дальше. Ещё два пункта типа выставки. Снимайте кино, вернее, 24-25 кадров в секунду, да, можно выставить. Ну, в принципе, 300 кадров в секунду тоже можно. Просто некоторые снимают там 50-60 кадров в секунду, и такое видео падает. И смотрится потом больше похоже, как на спектакль, или как на телевидении. Телевизионную картинку. То есть там, я немножко на словах, буквально обратно в песне, да? Просто плавность картинки в кино отличается от плавности картинки какого-то обычного видео, которое снимает иногда телефон или видеокамера. Там картинка больше похожа на жизнь. А киношная картинка, она немножечко, как бы сказать... Ну, короче, отличается визуально. Я сейчас пока объясню, поверьте. Вы просто сделаете свои видео в итоге 25 кадров в секунду. Не 50, а 60. Это тоже влияет на картинку. И последнее – это размыкий фон. Очень просто, да? Размыкий фон. Ну, в принципе, вы представляете, единственное, что фон размыт на телефоне. Ну, вот видите, размыкий фон. А, стоп. Раздержку выйдет. Нажимать. Ну, все, поднимать. Вот сюда. Ага. Отлично. Да. Собственно, вот размыкий фон сзади. Видите? То есть, если бы я снимал на телефон, то, скорее всего, здесь бы у меня был шкаф, на нем были бы пятна от носа грязного, там бы у меня провода торчали и так далее. Но дело в том, что в этом случае хорошо, что у меня была камера, где я могу сумерный объектив поставить и размыть фон. Поэтому, какой совет, если вы хотите сделать такую картинку, ну, как в кино, чтобы выделить ваш объект. Сейчас. Вот, например, размыкий фон при рейде. Видите? Он увеличит глубину карты. Да? Есть такое ощущение? Этот пример, такой в кино, он часто используется, да? То есть, дело в том, что здесь применяются объективы, у которых есть такое значение диафрагма. И значение диафрагма, как мне это сказать, совсем просто. Применять сменную оптику. На телефон вот так и снимите, к сожалению. Это как бы последний прием, который не касается ни телефонов, ни бюджетных хагов. Вы можете просто взять в аренду фотоаппарат, который стоить будет 1000 рублей в день. Да? Хороший. Взять в аренду объектив хороший, который будет 700 рублей стоить. И снять свои кино за 1700. Это не так долго, как удобно здесь, да? Мария отдыхалась. Возможно, что такое потянули, если вы хотите снять какое-то кино? Вообще, какую-то короткую метражку можно снять за два дня. Правильно? Можно же снять за два дня? Если прямо подготовиться заранее, то тут со всеми договориться, все настроить, все отрепетировать, бах. Берете лаэнди камеру, ну, к примеру, за два дня у вас уйдет, может быть, если на все оборудование возьмете еще петличку, например, какой-нибудь светильник, штатив, за два дня, может быть, у вас или пять тысяч, возможно. Да, конечно, деньги немаленькие для студентов, возможно, да? Но это стоит того, чтобы вы потом какую-то работу сделали на таком уровне, чтобы вам было классно все время. Потому что эти деньги тоже легко потратятся на какие-то развлечения. Поэтому, если вы хотите на такую картинку, с каким-то спецэффектом, ну, типа, размыть фон, ближе к кино сделать, то лучше взять хорошее оборудование и сделать хороший результат. Вот тоже, например, возьмутый, да? Бал-бал. А можно разбывать петли? Можно, но это не будет немножко все. Можно все сделать. Вот здесь на передней плаве, вот, штучки там разбываются. Солнышко в каратуре, замерляшечка там какую-то, и все будет так вот, ну, и нишно. Вот видите, девочки там у нас были. Вот. Поэтому это можно сделать с помощью хорошей оптики и камеры. А это все достаточно доступно, если у вас нет фотоаппарата, возьмите вверх. Все? Уже все? Вот. Собственно, я вам сказал сколоконные вещи. Я надеюсь, все так было понятно, хотя бы вообще все так, да? Это ничего сложного. Если что, вся информация в интернете по любому из моих способов есть. Просто важно начать применять. И опять же, такой совет. Смотрите то, что вам нравится. Смотрите, вот этот мне фильм очень нравится, клип очень нравится или еще чего-то. И прям попробуйте скопировать. Посидите, посмотрите, попробуйте скопировать для начала. Укротите что-то идею, как угодно, да? Потом вы уже придумываете свое. Но для начала просто попробуйте скопировать. И не просто бездумно снимать, а что-то уже сделать осознанно. Каждый кадр раскроет, каждый кадр продуман. И посмотрите, что у вас получится. Потом уже на базе этого вы можете добавлять свое. Больше, больше, больше. Вообще делать свое. Вообще делать не по правилам. Не так, как мне сказали, не как это все говорят. По-своему у вас может получиться прям шедевр и вкусняшка, да? Но для начала, если, например, у кого-то такого представления нет, и результат вас не устраивает, попробуйте просто скопировать. Может быть, это не очень хороший совет, но иногда тоже помогает. Просто перерезать и скопим, и все. Окей? Вопрос, предложение? Продолжение продолжить. Ну хорошо, сейчас. Короче, в конце занятия мы можем просто, я вам сразу напишу, где вы можете посмотреть какие-то уроки, которые я на ютубе канал называю. Ну и в группу, в пост тоже есть контакты и тейпинг. Да, да, да. Потом берите их смотреть. Памеры строим, уроки видеосмотрим. Ну, по-моему, это есть, можно посмотреть. Будете подписывать и ставьте лайки. Да, пока. Хорошо? Да? Да. Отлично, пока. um Переходим к второй части нашей лекции . Я бы, конечно, очень хотел, чтобы Александр продолжил ту линию повествования, которые он начал, и показал более практические применения всего, что он говорит. Мы с Александром многие годы в другом месте, но две непараллельные вещи – это журналистика и кино. Они непараллельны тем, что для решения одной и той же поставленной задачи социальной применяются абсолютно разные методы. И работа в разных жанрах подразумевает под собой и другую технологическую среду, и другие подходы. Но постепенно потребность у людей в художественном изображении повседневно настолько вырастает, что сейчас требуется от операторов-телевизионщиков достаточно высокохудожественная киношная работа. Если подходить к материалу на старых рельсах, то рельсы идут в обход. С другой стороны, есть и такая вещь, что Александр сегодня говорил о необходимости делать статичные планы. Когда у нас многокамерная съемка идет, и есть возможность переключать планы, то мы эти планы в пространстве расставляем, и дальше у нас одно техническое средство берет конкретный план. Если мы делаем киношную картинку или репортаж с точной структурой, и нам нужно делать переключение, но есть одно техническое средство на камеру, которое мы снимаем, то мы должны ее каждый раз переставлять на новое место, останавливать события и запускать ее снова. Происходит режиссуру, происходит совершенно иное пространство и время, в котором мы работаем. Мы с ним работаем, мы работаем с натурой. И мы договаривались о том, что наш журналист поменяет точку и снова скажет. Пройдется куда-то и операция с ней пробежит. Если идет съемка видео-хроники или репортажная съемка события определенного, которое невозможно так вот мелко нарезать и переставлять, то тут работают зоны, тут работают ноги оператора и голова режиссера. В предыдущей части вы послушали очень много о операторской работе. Я бы хотел вам сейчас тезисно сказать о некоторых других характеристиках, связанных с кино, фото-видео-съемкой и фото-видео-телевизионной журналистикой. Ключевой момент в том, что оператор идет от натуры и следует за созданием картинки, которая окажет воздействие на зрителя. А весь целый фильм собирается режиссером, который продумывает, как на некоторую сценарию кангу нанизать те кадры, которые были сняты операцией. Если это независимая работа, допустим, не было по бюджету режиссера, и был только операцией, есть монтажер, монтажер получает весь отснятый материал, и как режиссер монтажа начинает выстраивать историю, отталкиваясь от того, что уже снято. Если мы делаем материалы, например, рекламные видеоролы или какое-то задуманное короткометражное художественно-документальное произведение, то мы желательно сначала продумываем сценарный план. Мы продумываем те планы, как будет построено, то, о чём числа речь, как будет построено повествование, от чего, к чему мы придём, и совокупно наше произведение, что должно донести до зрителя. Мы находимся сейчас в Московском университете. Чем отличается университет и университетское познание от наук, изучаемых в институтах или практически применяемых на практике. Университет обладает учебной частью, учебной стороной процесса, когда вновь приходящим людям выкладывается аналитическая информация, обработанная заранее и укомпонованная. Вторая суть университета и университетской жизни это процесс познания, процесс изучения процессов, явлений, анализ того, чем живёт человечество. И ищутся новые области знаний, которые человечество ещё не обработало, не смогло обработать. Находятся ниже, находятся ячейки, карманы, где знания либо отсутствуют, либо оно недостаточно ясно, связано с какими-то другими процессами. И учёные, по мере того, как занимаются научной деятельностью, они стали экспериментами. Я сейчас вам хочу сказать о принципе постановки научного эксперимента. Самое главное для учёного молодого учёного и для студентов, которые будут писать дипломную работу, это представить, что весь окружающий их мир это есть система, некоторая система, которая находится в динамическом развитии во времени. И когда вы изучаете что-либо, вы для того, чтобы сделать опыт и поуправлять процессами, должны сделать на определённое время статическое исследование, статическое системе. То есть вы вычленяете некоторую часть и дальше классифицируете, как изменение одного параметра влияет на результат. Дальше вы эту систему зафиксируем и возвращаете в исходное положение. Меняете другой параметр и описываете, что получилось. Возвращаете систему в это изначальное состояние, меняете третий параметр. И только таким образом, изменяя один единственный параметр, вы можете получить картину того, как этот параметр воздействует на всю систему. И описать. То же самое в кино, в фотографии, в работе со светом, со звуком, со всеми параметрами, с которыми мы работаем как операторы, как режиссёры. В какой-то момент вам нужно зафиксировать все параметры своей камеры так, чтобы она шла определенным путем. И дальше вы потихонечку изменяете каждый следующий параметр. Видите, как сильно изменился от этого изобразительный ряд. Как это воздействует. Какие ключевые настройки у камеры есть? Давайте по парам. Экспозиционная пара. Помните такое? Кто знает, что такое экспозиционная пара? Ух. Экспо-тройка. Так. Поясним. Что такое выдержка, кто помнит? Я знаю. Да. Выдержка. Выдержка. Которая открытая для параметра. Затрук. Затрук. Проходит свет. Это есть в аппарате. То же самое у нас есть в телевизионных камерах и видеокамерах. Этот параметр отличается от количества кадров в секунду. Мы знаем, что у нас в системе есть две ключевые системы. PAL и MTSC. Кто знаком с этим? Ну, сейчас используются чаще всего PAL, потому что он с Секаном дружит. И MTSC, который не дружит, ни с PAL, ни с Секаном. Американские? МТСC, американские стандарты. У них все настроено на скорости кадров кратных 30. 30 кадров в секунду, ускоренная съемка, то есть замедленная съемка, чтобы получилось предпорегирование, нужно увеличить скорость съемки по количеству кадров. получается ровно в два раза быстрее 60 кадров в секунду. У системы PAL это 25 кадров в секунду. И все наши европейские и российские телевидения работают с скоростью 25 кадров в секунду. Если нам нужно сделать замедленную съемку, мы ускоряем, получаем 50 кадров в секунду. На телевизоре картинка отражается неполным кадром. А кадр дробится на линии. И эти линии чрезсрочно посылаются, происходит постоянное негамин, вот такой вот. Вся картинка состоит из нарезки. Система нарезки называется интерлейст. Сделайте себе пакаминточки, потом вы эти параметры сможете самостоятельно изучить. Это очень важные параметры. Они оказывают воздействие на конечный результат изображения вашего сконверсированного произведения. Вот эта система интерлейст, это система, когда кадры полезны. И если камера настроена в системе 50 и, допустим, 50 кадров в секунду интерлейст, и срабатывает вспышка, то в момент вспышки будут прорисованы вот такие вот на стоп-кадре полосочки. Другой стандарт, прогрессивный. В прогрессивном стандарте кадр снимается полностью и он идет целиком, 25 кадров в секунду. Вот, если у нас при съемке использованы камеры разных стандартов, интерлейст и прогрессив, то универсальная рекомендация на сегодняшний день конечный материал спускать в прогрессив. И систему интерлейст нужно настраивать тоже на пал, так как 50 и будет совпадать с 25 кадров в секунду в прогрессивный запись. режиссеру очень часто приходится в своей профессии объединять все. То, о чем я сейчас буду говорить, во многих случаях будет связано с разными областями знаний. Не удивляйтесь этому. Смысл нашей работе в изучении действительности, построении того, что мы хотим сказать и передать другим людям. Передать в разное время. То, что мы снимаем здесь и сейчас, находится в данной точке пространственного временного континура. То, что будет зритель воспринимать, будет в другом пространстве, с другой точки зрения на те же события. С его опытом человек подойдет к изучению материала и подойдет с его культурным фоном, с тем, что он с собой принес к тому моменту, когда он включил и просматривает ваше произведение. Также будут воздействовать гендерные моменты на восприятие. Человек 20-летний будет совершенно иначе оценивать то, что вы сняли, чем человек 40-летний, 60-летний и, соответственно, у 80-90-летний будут совершенно другие интересы. А в итоге, для того, чтобы максимально точно попасть в свою аудиторию, перед тем, как вы делаете свой материал, вы сами для себя определяетесь тем, кто будет смотреть, для кого вы это снимаете, зачем вы это делаете. Это список вопросов, которые вы должны продумать и сами перед собой поставить. К тому же, есть один очень существенный момент. Что мы несем, о чем мы говорим. Мы, когда мы иллюстрируем какую-то намоку мысль, мы делаем слепок с нашего уровня культуры. Зачем нужно образование в университете? Зачем человек... Столько тысяч людей поступают в университет и 5 лет обучаются. Что они получают на выходе? Вот сейчас скажите ваше мнение, что вы получите на выходе из университета, кроме диплома? Ну, давайте... Уважение, точно. Построено на чем? На входе на испытания. Да, вы получите уникальный опыт минимум двух сессий в год, по множеству на количество лет, сколько вы отучились. Это испытания делают человека сильнее. Это ирбежно. Еще. Давайте, давайте, включайтесь. Что еще? Зачем вы учитесь? Умение учиться. последствия. Навыки. Работы научной и результативной. Сдавать все в срок, быстро все делать. Да? Что еще? Получение каких-то связей. Очень важный момент. Все время, которое вы здесь проводите, вы строите сеть коммуникаций. И многие годы после этого у вас все будет связано с теми людьми, которые стали вам знакомы и с теми материалами, которые стали вам знакомы за период обучения. Еще. Смысл образования в чем? Подготовить к работе. Так. Создать образ в человеке. Новый образ. Не тот образ человека, с которым он пришел в институте, а тот новый образ, который он приобрел за годы трансформации. Понятие университет, универсальное знание, это широкая информированность о большом количестве явлений и в общество. мы повестку не создаем образ, который будет оказывать конечное воздействие. И тут нельзя согласиться с современными представителями антикультуры, которые говорят, что посвящением и образованием заниматься искусством не должно. Оно делает это? Должно или нет? Поэтому то, что мы закладываем в свои произведения, оно, во-первых, будет отражать наше время, а во-вторых, оно будет оказывать определенное воздействие. Поэтому просматривая, допустим, многие ролики, которые делают молодежь, сами себе спросить «А что я хочу сказать?» «Хочу ли я говорить о негативе?» «Или мне хочется сказать о каком-то позитиве?» И вот это слово «позитив» в информационном плане оно очень близко снова к образу, который мы делаем красивым. Кроме информационного посылу мы снова возвращаемся к тому, что то, что мы хотим рассказать оно должно быть привлекательным и оно должно радоваться. Оно должно вызывать некоторые позитивные душевные чувства. Если ваши работы делают это, оказывают такое воздействие, примет процесс на земле, вы не зря потрудились. Если мы делаем хоррор, кроме того, что угнетать и разрушать дальше и дальше людей, которые и так разрушают окружающие информационные среды, всегда надо взвесить. Надо ли продолжать делать то, что и другие обрядители сделали? Это мое мнение, сформированное за 27 лет практической деятельности. Я закончил путешественную институту МГУ. И очень благодарен тому, что и после окончания института продолжил как соискатель исследование в университете. Очень вам рекомендую при подготовке к дипломным работам себе задать характеристику не стараться выпротнуть из альмамата, а подумать, как ваша работа дипломная может превратиться в один абзац диссертации. Чем отличается дальнейшее научное образование человека? Человек, который получил диплом, он выходит как специалист. Он хорошо может манипулировать. он может что-то сделать с конкретной руками. Например, видеоролик. Например, сделать анализ и рассказать о том, что другие делают. Классифицировать материал, проанализировать это. Люди, которые стремятся к ученым встретить кандидата наук за время своего дальнейшего образования, изучают методы определения траектории движения. Они глубже понимают материю человеческого общества, изучают философию и глубже изучают свою собственную специальность. По умолчанию, если вы будете смотреть крупных руководителей корпораций, организаций, большинство из них на управляющих должностях обладают кандидатскими степенями, минимальными кандидатскими, некоторые докторскими. Кандидат от доктора отличается тем, что кандидат может найти область, но он обязан работать под руководством. Когда человек вырастает, он может формировать свои команды, свои научные исследования и докторское развитие, это люди, которые сильно меняют мир. Когда вы просто берете фотоаппарат в руки и начинаете работать с конкретной действительностью, вы уже меняете мир. Поэтому большинство очень классных операторов не самолучие. Но не в плохом смысле слов «самолучие», а в самом лучшем смысле самообразование. люди проходят, они находят, вычленяют и находят то знание под улицем, которое они могут применить практически. И они делают на действительности практически опыт постоянных, непрерывных. Это очень интересное жизнь. Это увлекательное жизнь. И работа со светом, с картинкой. Вот то, о чем мы сегодня говорили, правило детей. Это правило прощенное золотое сечение. Правило однопозиционного построения картины в изобразительном искусстве. У картины вы знаете, есть свое пространство, где она висит. И художники чуть-чуть по-другому относятся к кадру, чем операторы и фотографы. у них большее восприятие пространства. Видео мы рассматриваем на маленьких мониторчиках. Поэтому в большинстве случаев тот материал, который мы делаем, он должен быть более плотным компономом. Для того, чтобы какую-то деталь разглядеть, ее нужно прям очень плотно показать. И работая с последовательностью кадров, общий план средний план, круглый план, детали. Старайтесь доходить до детали максимально круглой. Еще два-три слова скажу о работе со светом и на сегодня мы уже будем завершать. Работа со светом в телевизионной журналистике при постановке интервью. она очень важна. Есть ключевые схемы постановки света. В целом свет очень интересен и он многолеговый, многогранен. Как вы освещаете предмет, таким образом он получает новые характеристики. Но есть минимальный набор световых схем, которые вы должны знать для своей работы. Минимально в природе существует один естественный источник солнца. И самые хорошие фотографы, самые хорошие художники выстраивают весь световой рисунок такой, как будто солнышек попало в помещение. идет один источник света, а дальше все остальные источники света являются как бы отражением плоскостей, которые нас окружают. Поэтому классический портрет вспомните фотографу со вспышкой поднятая рука и чуть-чуть ниже. вот это направление под 45 градусов это фотографирование с боговым угловым освещением, которое дает тень от носа в сторону на точку губы. Классическое освещение сейчас надо дополнить мою личную выключу, я покажу вы, 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 источник израиля. Когда это всего лишь один источник цвет, от места положения меняется характер изображения. Вот свет желтый, мощный, направленный. По умолчанию я бы сейчас к вам обращаюсь. Вот под 45 градусов вверх и приблизительно сюда тень падает. Если мне нужно сделать ощущение заполнения, допустим, у человека глубокие морщины, и мне нужно, чтобы морщины не так сильно были показаны, продемонстрированы, достаточно повернуть человека в сторону источника света, и на ню будет заливающее освещение. Но при этом лучше всего, конечно, камеру располагать прямо под источником света, а чуть-чуть сбоку. И будет рисоваться пластиком. Телевидение не любит глубоких теней. Телевидение любит заполненное освещение. Поэтому используется дополнительное освещение, которое заполняет пространство сзади и выравнивает тени, подсвечивая то, что было только что в глубоких тенях. Этот источник света называется рисующий свет. То, что мы сейчас включили верхнее освещение, это заполняющий свет. По-хорошему и рисующий, и заполняющий должны быть не верхний, а боковый. Тогда красивее формируется картина того, что вы снимаете. соответственно, первый источник света мы поставили к сцене. Рисующество. Для того, чтобы отбить контур света, контур человека сзади, применяется контур про освещение. Оно ставится в противоположность рисующему относительно объектов. И формируется на полосах, на контуре человека отбивочка. Соответственно, рисующий свет, а в противоположность к нему крепится контур освещение. Но оно, видите, очень сильное и яркое. Поэтому контур ручок ставит так, чтобы не попадал напрямую в объектив. Иначе он будет давать много рефлексов. Соответственно, либо мы используем эти рефлексы, либо мы каким-то образом закрываемся. Позвольте вас пригласить сюда. Смотрите, тот свет желтый, вот этот белый. При использовании разного баланс свет чуть-чуть отлично. Если используем это специально, то мы получаем перепад между желтым и синим освещением. И можем это использовать как изобразительный прием. Если нам нужно сохранять баланс белого естественным, то мы ставим одинаковые цветы источники, берем баланс белого, выравниваем эти источники света, их как бы индексируем, качество цвета этого света, до белого дневного света. То есть функция баланс белого, она выравнивает цвет, который был у света, до белого восприятия. Накладывайте специализированный фильтр. Желательно, чтобы все источники света были однотипными. Иначе при монтажерах вам придется очень много скручить с тем, что у вас получается. Присажите сюда. Обратите внимание, значит, когда мы выстраиваем свет, мы смотрим за тем, куда попадает наш свет сзади. Если нам нужно подчеркнуть фон, то мы либо ставим на него дополнительный источник, называется фоновый свет. Либо мы наоборот хотим скрыть то, что у нас сзади, и тогда мы должны убрать с фона поток световой. Как-то откорректировав то, что у нас есть. Здесь используются сегодня обычные стойки микрофонные, на которых расположен свет. Поэтому мне очень удобно по вертикали работать с ними. если у вас нет стойки, можете использовать скрыть свет куда угодно или просить кого-то из коллег вам помочь. Посмотрите пожалуйста в стороне лица вы и улыбнитесь. Все. Поменялась сразу же характеристика. При том же источнике света работа с человеком с моделью меняет характер. Вот собственно говоря основные вещи по свету которые я заделал. Пожалуйста считай что есть женский свет кое-чего не отличаются. Я так никогда в жизни не разделял потому что есть свет который нужен непосредственно здесь сейчас под те цели и задачи которые выполняются. И под каждого конкретного человека мы формируем что-то свое. Мы изучаем структуру человека мы задаем индексируем свои характеристики и свое о чем мы хотим сказать в данном случае передавая ответ. И от того что мы хотим донести будет меняться то как мы работаем со светом. Мы хотим сделать более драматичную структуру. Мы будем делать более жесткие теми. Мы хотим сделать более мягкую структуру. Мы будем работать более мягким светом. Мы хотим сделать нечто похожее на журнал Esquire мы поставим совершенно по-другому свету. Выберем другую точку. Не женский и мужской свет, а конкретный свет в большинстве случаев у нас есть уличный естественный свет. И дальше все эти приборы, которые мы используем, они могут идти в сочетании с тем светом или в противоречии. Если нам мешает окружающий свет, мы его выключаем и работаем только со своими источниками. Это моделирующий свет. Мы моделируем наш модель. то, о чем я хотел рассказать на сегодня все. Благодарю вас. Единственный момент еще расскажу о масштабе. Представьте себе, что мы сейчас находимся здесь, в этой точке времени и пространстве. Из этой аудитории мы начинаем представлять, где мы находимся в каком городе? В городе Москва. Москва находится в России. Отлично дальше получаем евразийский континент. Дальше поветаем на планете находимся, выходим в космос. А мы по-прежнему в той же точке. И относительно такого взгляда, как мы сами себя сознаем, какой масштаб представлениям и вкладываем в нашу работу, поменяется все. Если мы чувствуем себя принадлежащими к человечеству и в своих работах вкладываем туда человеческие характеристики, то люди других культур, других национальностей смогут понять то, что мы заложили чисто визуально. На этом все. Спасибо. А может кто-то это у вас какого цвета называется? Рисующий. Рисующий в противовесе мы ставим фонду в различных заполняющих осуществления. Заполняющая выравнивает тень. Оно находится сверху, если свет ставится на фонд, он называется фонд. Схем стандартных достаточно мало. Их стоит посмотреть специализированно в специальной литературе. Дальше вся надообразие и красота делается из тюмбинации стандартных элементов. Вы говорили, что есть система, которая сигнала 25 пунктов, 10 пунктов. А если 25 пунктов, пунктов. Я еще скажу, что кино снимается со скоростью 24 пунктов. Все это исходило раньше со скоростью запора связано. Потому что это получалось от того, что в киноаппарате был кружочек с прорезью. И эта прорезь открывала упадок ровно в тот момент, когда перетягивалась пленка на это место. То есть кружочек вращался с одной и с другой скоростью. Выбирали 8, 16, 24, 36, а потом заметили, что на 24 получается максимальная гладкость изображение, движение, передача движения и приобретают некоторые образительные современные фильмы художественные, они по-прежнему снимаются 24 или 40 гладкость. Они снимают цифродом оборудованием, которое настроено на систему NTSC, и 60 кадров в секунду позволяет более мелко раздробить движение объектов на большее деталей. Чем более короткое видишься, тем меньше смазкаться. Чем более короткое количество кадров в секунду, тем короче нужно сделать вытяжку, то есть шапок. И скорость попадания света на светочувствительный материал, раньше это была пленка, сейчас это цифровая матрица, она определяет то, как передаются характеристики движения объекта. Быстро движущиеся предметы при длинных вытяжках смазываются. Соответственно, чтобы остановить пулю, нужно сфотографировать ее со сквозь на 4000 миллилори секунды. И для того, чтобы запечатлеть летящую пулю на видео, берут камеры с тысячами скоростями, тысячи камер в секунду делают камеры. То есть, как в плане что-то разбивается? Александр очень много занимался такими съемками, можете потом к нему обратиться. Очень рекомендую посмотреть его школу и пройти курсы у Александра. Они короткие, но очень эффективные. Сегодня было представлено самая-самая поверенская с того, с какими навремя потом выходят ученики. То есть, я правильно смотрю, если мы снимаем движущую машину с одной и той же скоростью, но первый раз мы снимаем с 25 кадров в секунду, а потом с 60 кадров в секунду, но в первом случае это будет более разлитой, чем во второй. Давайте так скажем. Есть два параметра. Скорость в кадрах в секунду и выдержка, при которой снимается фирм. Первый параметр на фотоаппарате устанавливается в настройках видео. Вы можете выбрать систему ПАП или ТС-С. В системе НТС-С у вас будут возможности 30 кадров в секунду и 60. В системе ПАП 25 или 50. Но при этой скорости количестве кадров в секунду еще сам запор может двигаться с разной скоростью. Если мы поставим там настройку допустим 30 долей в секунду, там все это рассчитается на доле секунды, в которые свет попадает. Быстро двигающиеся объекты на выдержках более длинных, чем одна шестидесятая доля секунды смазываются. Быстро ведущий человек на одной шестидесятой доля секунды начинает получаться четко замешан в процессе ходить. На выдержке одна тридцатая доля секунды уже у него будут подсмазаны руки или ноги. бегущий человек смазывается и на выдержке одна шестидесятой доля секунды. Для бегунов нужно сто двадцать пять и еще более короткий. Когда мы выходим на улицу, мы должны регулировать количество света света нас ограничивают тем, мы должны поставить выдержку, диафрагму и светочустительность. Это как раз текст по тройке, о которой я говорил. Сделайте себе помимо. давайте свеет выше свеет. Слепет. Может быть, если кому-то выжать уже... Да, у нас время закончилось. Если кому-то нужно выходить, входите. Если... Сколько еще мы можем себе позволить? Пять минут? Аудитория до 9 забронирована. Поэтому можно здесь сколько угодно. Ну, хорошо, сколько вы хотите. Тогда регулируйте. Пока. Пока продолжу открытого вопроса. Вот экспозиционная тройка это баланс. Насколько светлее и леденее получится наш кадр? У нас есть шеверта охлаждаться ферунки или матрицы. Что у нас может передать? Чтобы белое не потеряло своих деталей и черное было различимым. Так есть черные полосочки на черном пиджаке в какой-то момент при затемнении они пропадут. И пиджак сначала превратится в объект с потерянными деталями по черным. А если ему еще больше будет затемнение, изображено, то он превратится в единый монолит черного цвета. При этом белое будет тоже по мере затемнений нашего камера сереть и двигаться в сторону темноты. Если можно компетизировать вопрос, чтобы точно понять, при прочих равных настройках, при прочих равных параметрах, какой объект имеет скорость съемки в каждую секунду? То есть не перезаварив. Как отвечает человек? Смазывается. это первое и самое главное. И второе это плавность движений. Чем больше кадров, тем более плавное движение у нас получается на выходе в нашем материале, который мы делаем. Поэтому иностранцы стараются все возможное снимать в 60 кадрах в секунду. Да. Но иношники иностранцы они сразу снимают 24 и 48. Потому что найденные человечества балансы 24 кадра в секунду неуловимое что-то создают в изображении. Кто-то это видит, кто-то нет. Но если люди чувствуют, что... Тот же старый материал точно так же снятая вращающаяся штора на окне при всех прочих параметрах на 24 смотрится более немножко, чем на 25 или на 30. Хотя вроде бы где-то универшится четкость движения университет увеличилась, а нечто потерялось. Но почему я говорю об X по тройке так много? Потому что это связанные параметры. Они идут отдельно от частоты кадров. А вот между собой они связаны и они делают фотографии. У нас 25 кадров в секунду или 30 кадров в секунду. 30 фотографий в секунду. И каждая наша фотография, если мы делаем 100 кадров, программа тоже высококачественная готова фотографии. И вот то, как там будут отображены движения, зависит от скорости съемки. То, как там будет отображен задник, зависит от объектива и от диафрагмы. Сейчас поясню, что такое параметр диафрагма. Это относительное отверстие. Чем больше диафрагма, тем больше мы открываем объектив и больше света проходит через объектив. На полностью открытой диафрагме мы получаем тот параметр, который конкретно объектив может пропустить свет. Поэтому вся оптика делится на светосильную, которая может много света пропускать, и не светосильную, которая имеет меньше диафрагма, более темную пропускает световую картину. Светосильная оптика 1,8 диафрагма, 2,8. Стандартные объективы, которые мы любительски покупаем на фотоаппаратах, они имеют диафрагма 3,5-5,6. Да? Вот смартфон на бутонике там хороший достаточно канал. А здесь такое понадобное здоровое. Ну что в принципе здоровое такое? Почему она такая большая? Вот смартфон вообще это хорошая находка. Почему на нем все резко получается? На всех планах почти все резко. Чуть-чуть, буквально где-то если мы близко начинаем смартфон располагать объекту, то он начинает отделяться. Автопокус подхватил передние объекты. расстояние расстояние от линзы до матрицы такое маленькое, что оно находится на гиперфокальном расстоянии. Расчитываем такой объект. Маленькая матрица, микродырочка, через которую проходит изображение. И образовалась маленькая-маленькая камерушечка, как пузырик воздуха. Из-за этого все многие объекты на удаленности они все одинаково четко получаются. И не нужно встраивать небольших сложных оптических систем для того, чтобы найти ту четкость, которую выделить объект, который мы хотим выделить. У большой камеры 16-20 линз может быть внутри длинного объектива для того, чтобы свести линзами рассеивающими и собирающими объект в конечном итоге и получить картину на плоскости. Но вот это все весь набор сложных оптических линз оптической системы он нужен для того, чтобы картинка обладала определенной выразительностью. Чем более широкоугольные в камере используем объективы, тем мельче расстояние удалений между объектами. Мы приближаемся к картинке сильно четкой на большом глубине резкости, как у смартфона. А если мы используем телеобъективы, мы дотягиваемся до объектов, которые далеко находятся, мы удлиняем артическую схему, сужаем угол времени, кладем его в пространство, и тот объект, который к нам ближе, чем дальний нам бесконечности, он становится сильно выделенным той самой плоскости, куда мы наберлись нарезать. Мы работаем с тем, что у нас дать бокер. Посмотрите.